Он не спаслал тебе Писание с истиной в подтверждение того, что было до Него. Он не спаслал тебе Тору и Евангелие, которые прежде были руководством для людей. Но что же произошло потом? Это видео создано в любви ради высшей цели. Божий призыв, моя любовь к мусульманам и просьбы многих людей стали основой для Его создания. Нас всех объединяет одно – вера во всемогущего Бога и жажда познания истины. Все мы хотим после этой жизни пойти в жизнь вечную, которую приготовил для нас Бог. Никто не хочет проводить вечность с шайтаном, а для этого мы должны знать правду. Моя ревность и любовь к Богу, а также жажда спасения каждого человека превыше всякого страха. И я радикально провозглашаю, что истина может быть только одна. Сегодня мы будем читать Коран и Библию. Сегодня мы будем говорить о фактах. Все мы однажды умрем. Кто-то раньше, кто-то позже. Но смерть – это не конец, а лишь переход. Через что мы получаем спасение и вечную жизнь с Богом? Сегодня мы будем говорить о двух личностях. Кто такой Иисус и кто такой Мухаммед? Я предупреждаю. Если вы не готовы принять эту информацию, то лучше выключите это видео прямо сейчас. Сегодня мы будем сравнивать. Я не буду говорить плохо. Я буду говорить как есть. Если вы не готовы слышать правду, то выключите это видео прямо сейчас. Тем же, кто остается, я бросаю вызов. Досмотрите его до конца. Не делайте выводов раньше времени. Прежде чем я смог прийти к этой истине, мне понадобилось две вещи. Отбросить все, чему меня учили люди. И прийти к Богу в смирении, попросив. Откройся мне. Сегодня мы не будем сравнивать людей. Потому что называть себя верующим еще не значит быть им. Сегодня мы будем искать истину. Но где же она? Давайте разбираться. На первый взгляд кажется, что мусульмане и христиане верят в единого Бога. В наше последнее время на основе этого создается Единая Церковь, которая призвана объединить всех людей в единую веру. И действительно, ведь Библия и Коран в своем начале опираются на одни и те же древние священные книги. Таким образом, все мы знаем, что Бог сотворил Адама и Хаву, которые послушали шайтана, а не Всевышнего. Они ослушались. И так, совершенные отношения с Богом были нарушены. Они стали первыми изведавшими грех и смерть, как последствия греха. Они пытались прикрыться листьями деревьев, чтобы покрыть свой стыд. Но Всевышний не был доволен этими покрытиями. Вместо этого он покрыл их одеждой из шкуры животного. Всевышний сам принес животное в качестве первой жертвы, чтобы покрыть их стыд. С самого начала Торы Бог дает обещание о том, что придет Избавитель, Мессия. Эту историю знают все одинаково до того момента, как рождается Измаил и Исаак. Начало евреев и арабов. Вот тут происходит разделение. Библия гласит, что Спаситель, Иисус Христос, пришел и принес совершенную жертву за грехи всех нас. Что все пророчества говорят о нем. И что Мессия произошел от иудеев. Но через 700 лет появляется Коран, составленный из хадисов, в котором Мухаммед утверждает, что Иса был всего лишь пророком. А сам Мухаммед – самый великий и последний пророк, посланный Аллахом и которого Бог велит слушать. Верить тому, что велит Аллах через Мухаммеда, следует под страхом смерти, через засечение головы. Ведь к неверующим в Аллаха и Мухаммеда в Коране действуют следующие слова. «Вот твой Господь внушил ангелам. Я с вами. Укрепите тех, которые уверовали. И я же вселю ужас в сердца тех, которые не уверуют. Рубите им головы и рубите им все пальцы». Казалось бы, за что? Ответ мы видим в следующем стихе. Это потому, что они воспротивились Аллаху и его посланнику Мухаммеду. А если кто противится Аллаху и его посланнику, то ведь Аллах суров в наказании. Чтобы вести эту беседу в дружеской обстановке, предлагаю вам налить чаю и вместе со мной прочитать 29-ю суру, 46-й аят. Если вступаете в спор с людьми Писания, то есть такими христианами, как я, то ведите его наилучшим образом. Скажите, мы уверовали в то, что неспослано нам, и то, что неспослано вам. Наш Бог и ваш Бог один, и мы покоряемся только Ему. Толкование Ассади. «Господь повелел оспаривать истину самым благопристойным образом, проявляя высокие нравственные качества и доброту по отношению к собеседнику. Проповедник должен преподносить истину в самом прекрасном виде и изобличать ложь самыми эффективными способами. Он должен делать все возможное для того, чтобы донести до людей истину и вывести их на прямой путь». Скажу честно, я бы с радостью пригласил каждого из вас к себе лично домой. И с каждым бы побеседовал, угостил бы чаем и чем Бог благословил. Я действительно хотел бы этого, но, к сожалению, невозможно привезти к себе домой десятки тысяч человек. А хочу я передать эту истину действительно многим. Поэтому это видео как один из способов просто поговорить с вами. А в качестве обратной связи вы можете писать мне в личные сообщения, можете писать в комментариях. Я действительно делаю это видео с любовью и большим уважением. Большинство мусульман, которых я знаю, потрясающие люди, очень хорошие и добрые люди. Но я хочу знать истину. Я ищу истину. Она для меня важнее всего. И я надеюсь, что для вас тоже. Поэтому я заранее прошу прощения за все, но я буду говорить о писании, так как там написано. Ни капли больше и ни капли меньше. Поэтому давайте хлебнем чайку и продолжим. По заявлению его матери, в день рождения Мухаммеда, ночь была настолько наполнена светом, что казалось, будто звезды спустились на землю. Мухаммед Абдулла родился в 570 году после Рождества Христова в городе Мекки. Он был политиком, философом, стратегом, а позже и пророком. Отец Мухаммеда умер, когда его мать была беременна. Заботу о ребенке взял дедушка, который нанял няньку Халиме. В 6 лет умирает его мама. Еще через 2 года. Дедушка. Мальчик переезжает жить к дяде. Многим известна история, когда маленький Мухаммед играл со своими товарищами, как вдруг явился ангел Джабраил. Отбросил Мухаммеда на землю, раскрыл его грудную клетку и вынул сердце. Затем он излег оттуда сгусток крови и сказал, «Это была частица шайтана в тебе». Он вымыл все водой и вернул обратно. Когда Мухаммеду было 20 лет, он начал часто посещать маленькую пещеру, в которой проводил время, молясь невидимому богу, желая увидеть лицо Создателя. В 25 лет он знакомится с иудейкой, которая взяла его на работу, а вскоре стала его женой. На момент свадьбы Мухаммеду было 25, а его невесте Хадиджи – 40 лет. В то время наставником Мухаммеда стал Варак, двоюродный брат его жены. Варак учил его христианству. В одном из хадисов упоминается о том, что Варак писал отрывки из Евангелия на арабском языке. Некоторые исторические данные говорят о том, что в то время было переведено на арабский Евангелие от Матфея. Поэтому вполне вероятно, что Мухаммед был знаком с этим Евангелием. Но вот через некоторое время умирает его жена. А вдовевший муж позволяет себе жениться еще много раз. Его младшей жене было 6 лет, а вступил в супружескую близость с ней, когда ей было 9 лет. Многие скажут, что это клевета, и Мухаммед не мог так поступить. Но я обещал строить это видео лишь на фактах. И для вашей уверенности предоставляю вам сразу несколько источников, исламских историков и богословов. Так в одном из них Аиша говорит. Моя мать пришла ко мне, когда я сидела на качелях. Она взяла меня на руки и опустила на землю. Няня умыла мне лицо и повела за собой. Когда я приблизилась к дверям, няня остановилась, чтобы я смогла отдышаться. Когда я вошла, Мухаммед сидел на кровати в нашем доме. Моя мать заставила меня сесть ему на колени. Другие мужчины и женщины встали и ушли. Пророк вступил со мной в связь в моем доме, когда мне было 9 лет. Я не утверждаю, что все было именно так, а лишь привожу исторические сведения. Чему верить, решать только вам. Унаследовав состояние покойной жены Хадиджи, Мухаммед начал религиозную пропаганду. В 40-летнем возрасте, как сказано в Коране, Аллах через ангела Джабраиля призвал его быть пророком. Как написано, случилось это так. Ангел Джабраил предстал перед ним в пещере и сказал «Читай». Мухаммед ответил, что не умеет. Тогда ангел сжал его, а отпустив, сказал читать во имя Создателя. Это было содержание первых аятов Корана, записанные в Суре 96. Как же отреагировал Мухаммед? Он сказал, что сердце его тяжело забилось и затрепетало, а мышцы шеи подергивало от ужаса. Он побежал домой, прося, чтобы его жена накрыла его. Они прятали Мухаммеда до тех пор, пока страх не оставил его. Тогда он рассказал всю историю жене и сказал, что боится за себя. 13 лет Мухаммед был в Мекке в сотрудничестве и терпимости, не призывая к насилию. Он быстро прощал тех, кто его обижал и никогда не старался отомстить обидчику. Но после переселения в Мекку, безобидный ягненок превратился в рычащего льва. В Медине Мухаммед заявил, что Аллах разрешил ему сражаться. Начинается кровопролитная история распространения ислама, к которой мы вернемся чуть позже, в разделе джихад. Пристрастие к войне дополняется пристрастием к блуду с женами поверженных врагов, о чем конкретно мы также поговорим в разделе «Девушки неверных». Для мусульман очень спорным является вопрос о том, совершал ли Мухаммед чудеса. Мусульмане верят, что Иса совершал чудеса. Это подтверждает и Коран. Но не все согласны в вопросе о Мухаммеде. Проблема в том, что существуют некоторые противоречия между Кораном и хадисами. В Коране написано, что Мухаммеду не было предписано совершать знамение, дабы явить, что он пророк. Знамение только у Аллаха. И я ведь только ясный увещатель. Разве не довольна им, что мы не спасла ли тебе Писание, которое читается им? Несмотря на это, сам Коран считается величайшим знамением того, что он пророк. И этого должно быть достаточно. Коранический текст заключает, что Коран – величайшее чудо, дарованное человечеству. И что ни один человек или дух не может создать книгу, подобную ей. На 11-й год переселения из Мекки в Медину, Мухаммед почувствовал обострение болезни, приступы которой он испытывал каждый год. В последние 20 дней Мухаммед испытывал боли и жар. На последнем вздохе Мухаммед положил голову на колени Аиши и умер. На протяжении жизни учение Мухаммеда менялось. Например, в Мекке, на заре времен, мусульманам не нужно было молиться определенное количество раз в день. После же ночного путешествия Мухаммеда, которое произошло через 10 лет после его первого откровения, начало требоваться совершать молитву 5 раз в день. Еще одним примером может быть паломничество в Мекку, которое не было обязательным вплоть до 9-го года жизни Мухаммеда в Медине. Это лишь часть его истории, основанная на исторических фактах. Чуть позже мы вернемся к тому, о чем еще не сказано. А теперь кратко о жизни Иисуса. И сам Осих был зачат от Святого Духа в девственнице Марьям. Год рождения Иисуса был точно предсказан пророком Даниилом почти за 500 лет. Точно высчитать его рождение смогли также мудрецы из других стран, которые приехали после рождения к Иисусу с дарами, по знамению на небе в виде Вифлеемской звезды. Также и местные пастухи увидели поющих ангелов и прибежали к рожденному Иисусу. Все события, место и время были в абсолютной точности предсказаны пророками Торы. Иисуса пытались убить еще в самом детстве. В то время по приказу царя Ирода были убиты все младенцы в возрасте до 2 лет. Но ангел Гавриил, который в Евангелии представлен иначе, был послан Богом, чтобы предупреждать и сохранять младенца и его родителей. Разумеется, с полной историей жизни Иисуса вы можете ознакомиться в Евангелиях, а я перейду к главному. В возрасте 30 лет Иисус начинает свое служение. Он приходит к Иоанну Крестителю, который был послан пред Ним, чтобы приготовить Ему путь. Иоанн крестил людей в Иордане, призывал к покаянию в грехах и возвещал о том, что за Ним идет Тот, кому Он не достоин даже развязать сандали на ногах. Когда Иисус пришел к Нему креститься, Иоанн хотел воспрепятствовать, сказав, «Это Мне нужно от Тебя креститься». Но Иисус сказал, что так должно совершить всякую правду. И после крещения народ на берегу услышал голос с небес. «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором мое благоволение». И Святой Дух в виде голубя сошел на Него. После этого Иисус отправился в пустыню, где 40 дней был искушаем дьяволом. Но Иисус твердо стоял на Слове Божьем и отвечал дьяволу словами Торы. Тогда дьявол более не смел к Нему приходить, а ангелы спустились и служили Ему. Затем начинается полноценное служение, учение народа, многочисленные исцеления и даже воскрешение мертвых людей. Одной из таких историй было воскрешение Его друга Лазаря, который уже 4 дня как разлагался, будучи в гробу. Когда Иисус пришел на то место и увидел плачущих людей, то и Сам пустил слезы. Тогда Он крикнул в гробницу, «Лазарь, выйди вон!» И Лазарь, воскреснув, поднялся и вышел. Народ был в полном изумлении и ужасе. Тогда Иисус сказал, «Я есть воскресение и жизнь, верующий в Меня, если и умрет, а живет». Это лишь одно из сотен других невероятных чудес. Вам может показаться, что я рассказываю эти истории предвзято, но ничего подобного. Я делаю их максимально конструктивно и основываю на фактах многих свидетелей, историков и ученых того времени, которые не имели никакого отношения к Библии и христианству, но также писали и подтверждали факты о жизни Христа. Таковыми являются политические деятели Плиний-младший, римский историк Корнелий Тацит, римский писатель Гай Свитони Транквил, сатирик Лукиан Самосадский, историк Иосиф Лавий, мудрец Марабар и более 230 других свидетельств, подтверждающих истинность Евангелии и описанной в них жизни Иисуса. Насчет того, чему учил Иисус, то это было неизменно в течение всей его жизни. С самого начала он проповедовал весть о грядущем царстве, о любви Божьей, которая явилась Богом через Него. Потому что Бог так возлюбил этот мир, что послал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Две главные заповеди, данные Христом, звучат так. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, душой и разумом. И вторая, подобная ей. Возлюби ближнего своего, как самого себя. В этих двух заповедях весь закон и пророки. Ведь человек не станет воровать, убивать, лгать и делать другие согрешения против ближнего, если будет любить. Иисус учил любить даже врагов. И если кто ударит тебя по щеке, то следует подставить другую. Вся суть Евангелия заключалась в следующем. Что от самого согрешения Адама и Евы люди приносили в жертву за грех животного, дабы искупить свои грехи. Но это не очищало людей изнутри, ведь сердца их оставались такими же. Иисус, как Сын Божий, пришел в этот мир, чтобы совершить совершенную жертву. Будучи безгрешным, рожденным в чреве не от Адама, но от Бога, он являлся безупречным агнцем, который сам, по воле Отца, взял грех всего мира на себя, добровольно отдавшись в руки грешников. Иисус говорил ученикам о том, что в Иерусалиме Его убьют в уплату грехов, а на третий день, в исполнении всех пророчеств, Он воскреснет. И каждый, кто уверует, что Иисус умер за Него, имеет очищение и спасение в глазах Отца. Ведь своими делами перед Богом не оправдается никакая плоть, никак не заслужить чистоты и невинности в глазах Бога, только посредством принятия Его Сына, как жертвы умилостивления. И, как вы знаете, спустя три с половиной года служения Иисуса распинают. В тот день солнце померкло, произошло землетрясение, воскресли многие пророки, завеса в храме была разодрана надвое, что стало символом того, что теперь каждый имеет доступ к Богу через жертву Христа. Тогда народ понял, что сотворил своими руками. Люди в горе и слезах бежали домой. Однако фарисеи, знающие о том, что Иисус должен воскреснуть, пошли просить Пилата поставить стражу у гробницы Иисуса и запечатать ее. Пилат дал им стражу, однако это не помешало Иисусу воскреснуть из мертвых на третий день, как и предсказывало Писание. Свидетелями воскресения Христа стали более 500 человек. К неоспоримым доказательствам воскресения мы вернемся в разделе «Было ли распятие?». На этом мы закончим краткую историю жизни двух этих личностей. Думаю, общее представление мы уже имеем. Теперь перейдем к следующей главе, в которой рассмотрим глубины Корана, о которых знают не все. Хочу вас успокоить. Не все знают, но то, чем мы сейчас занимаемся, является совершенно легальным с позиции Корана. Ведь чтение Торы и Инжила не просто допустимо, но необходимо. Дима, люди Писания, вы не будете идти прямым путем, пока не станете руководствоваться Тауратом, Инжилом и тем, что не способно вам от вашего Господа. Знаю, многие мусульмане говорят о том, что Писание было переписано, что нынешняя Библия – это уже не та Тора и Инжил, которая была ранее при Мухаммеде. И я обещаю дать вам обоснованный ответ на эту тему в разделе «Была ли Библия искажена?». Сейчас же попрошу вас набраться немного терпения. Я не могу сказать обо всем и сразу. Это может сделать только Бог. Я же всего лишь человек. Итак, мы выяснили, что Тора и Евангелие одобряются Кораном. Поэтому в дальнейшем все, о чем мы будем говорить в Коране, я буду соотносить с тем, что написано в Писании. И начнем мы издалека, двигаясь от малого к великому. Уверяю, сегодняшний день сильно изменит вашу жизнь. Ведь во что вы верите – решать только вам. Мухаммед считался человеком, который стоит выше всех слоев общества. Ему позволительно то, чего нельзя делать другим. Это делает Аллаха лицеприятным. Библия же говорит, что нет лицеприятия у Бога, и все мы равны перед Ним. У пророка было официально четыре жены, то есть те, которые добровольно захотели стать его женами. Общее же количество жен никто не знает. Известно лишь, что их было более двадцати. Мухаммед сам устанавливает расписание, касательно долга жены разделять с ним супружеское ложа. Отказ женщины был неприемлем. После смерти Мухаммеда его жены не имели права повторно выйти замуж. Они должны были сидеть дома. Согласно Корану, если бы его жены совершили грех, то должны были бы понести наказание в два раза больше, чем кто-либо другой. Мухаммед имел право жениться на двоюродных сестрах. Согласно исламским законам, возраст для женитьбы у мужчин составляет 15 лет, а девушки имеют право выходить замуж с 9 лет. В исламе мужчина может иметь одновременно несколько жен. Да, действительно, канонически мусульманам допускается иметь больше одной жены, до четырех. Об этом сказано в Коране. Например, в Иране мужчина имеет право иметь до четырех жен. Единственное условие для такого брака – мужчина должен их обеспечить. Поэтому хочу предупредить тех девушек и женщин, которые об этом не знали. Согласно исламским законам, у мужа есть законное право иметь кроме вас еще несколько жен. Если даже вы станете первой, то не факт, что последней. Мусульмане-шииты имеют право жениться на определенное время. Оно может длиться 2 часа, день, неделю и так до 90 лет. Например, мужчина, который имеет несколько жен, уезжает на заработки без своей жены. Он имеет право на время взять себе еще одну жену. Условием для подобного действия является то, что мужчина должен платить деньги по взаимному договору, а женщина должна быть незамужней. Прежде чем они приступят к выполнению своего якобы супружеского долга, они должны составить договор и расплатиться. Большинство таких девушек и женщин из бедных семей. Поэтому в исламе есть свои жрицы любви, которые работают по закону. Возвращаясь к правам мужчин-мусульман над непокорными женами, также следует прощать Суру 4.34. Тех женщин, непокорности которых вы опасаетесь, увещевайте, избегайте на супружеском ложе и побивайте. Развод в исламской культуре принимался как нормальное явление. Для развода мужчине достаточно было сказать своей жене 3 раза «я развожусь с тобой». В исламском мире сегодняшнего дня женщинам не разрешено инициировать или отвергать развод в таких странах, как Саудовская Аравия, Иран или Судан. В более светских государствах женщины имеют больше прав. К примеру, в Египте в 2003 году был принят закон, разрешающий женщине просить развода при особых обстоятельствах, таких как неверность мужа. В предыдущие полторы тысячи лет это было невозможно. С учением Корана мы разобрались, но что же говорит насчет женщин Библия? Мужья, любите своих жен, так как Христос полюбил свою церковь, Он самого Себя отдал за нее. Обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь. Когда Иисуса спросили, можно ли разводиться с женщиной разводным письмом, как разрешил Моисей, Иисус ответил, Моисей разрешил вам разводиться с женами из-за жестокости ваших сердец. Но в начале так не было. Говорю вам, что каждый, кто разводится со своей женой, кроме как по причине ее измены и женится на другой, тот нарушает супружескую верность. В книге Коран есть множество мест, в которых говорится о войнах и убийствах. Как уже говорилось в начале видео, есть в Коране места, которые открыто призывают к убийству христиан, евреев, буддистов или кого-либо другого. Если ты не мусульманин, тебя должны убить. Так говорится в этой книге, находящейся в открытом доступе. Вы можете сами это проверить, я ничего не придумываю, а лишь говорю по фактам. Сейчас я приведу несколько других мест, в которых также говорится об этом. Но в начале хочу заметить, что отсечение головы и отрезание пальцев, о которых написано в Суре Трофеи и Суре Аль-Анфаль, должны сопровождаться радостью. Если при просмотре вы не испытываете радости, то вы плохой мусульманин. Не верите? Тогда перечитайте это в 10 стихе Аль-Анфаль. Да и вообще всю эту суру, в которой говорится, «Сделал это Аллах только радостной вестью, и чтобы успокоились от этого ваши сердца. Ведь помощь только от Аллаха. Поистине, Аллах великий и мудрый». Помимо людей, которые вообще не верят в Бога, казни должны подвергаться и другие неверные. Об этом уточняется в Суре Ат-Тауба. Обратите внимание на 29 стих. «О вы, которые уверовали, сражайтесь с теми изобладателей Писания, которые не веруют в Аллаха должным образом, не признают воскрешение в судный день и воздаяние, не считают запрещенным то, что не дозволено Аллахом и его посланникам Мухаммедом, и не веруют в истинную религию – ислам. Сражайтесь с ними до тех пор, пока они не уверуют, или не дадут Жизию собственной рукой, обессиленные и смиренные, чтобы пополнить бюджет мусульманской общины». Получается следующее. Ислам говорит, что нужно резать головы и пальцем, причем непонятно в каком именно порядке, не только тем, кто не признает Бога, но и верующим, не как они. Аллах при исполнении казни радуется, так написано в Коране. Где мусульмане могут искать таких неверных, вы найдете ответ в Суре Ат-Тауба, 123. «О вы, которые уверовали, сражайтесь с неверующими, находящимися вблизи вас, чтобы они не стали источником опасности для вас. Сражайтесь с ними твердо и решительно, и не щадите их, и знайте, что Аллах помогает в победе тем, которые боятся Аллаха и покорны Ему». Иными словами, это прямой призыв верующим в ислам убивать неверующих, то есть неверных. Люди в жестоких клипах, которые режут головы и рубят пальцы, настоящие мусульмане, они делают это крича Аллах Акбар, радуются и хвалят себя. Изначально Мухаммед сказал поступать мусульманам именно так. Вот еще несколько мест из Корана об удрубании пальцев и конечностей. «Вору или воровке отсекайте руки, воздаяние за то, что они совершили. Таково наказание от Аллаха, ведь Аллах могущественный, мудрый». Воистину, те, которые сражаются против Аллаха и его посланника Мухаммеда и стремятся сотворить на земле нечестия, воздаяния должны быть убиты или распяты. У них должны быть отсечены накрест руки и ноги, или они должны быть изгнаны из страны. Это будет для них позором в этом мире, а в последней жизни для них уготованы великие мучения. Я вселю ужас в сердца тех, которые не веруют. Рубите им головы и рубите им все пальцы. Если не верите, идите и откройте эти места Писания, которые здесь упомянуты. Коран находится в свободном доступе. Есть очень много людей, которые не хотят в это верить и не верят, но они при этом заявляют, что Бог один. И между исламом и другими религиями нет особой разницы. Мы могли бы продолжать, но, думаю, сказано и так достаточно. Какого же Бога явил нам Иисус, когда пришел в этот мир? И я с уверенностью вам отвечу. Совершенно другого. Иисус призывал любить врагов и никогда не мстить за себя. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место к Неву Божию, ибо написано «Мне отомщение, и я вас дам», говорит Господь. Такого избиения удостаиваются блудники, если их вина подтверждена несколькими свидетелями. Казнь происходит следующим образом. После точного свидетельства всех свидетелей, виновный получает 100 ударов палками по спине, после чего мужчину закапывают в землю по пояс, а женщину до уровня грудной клетки, после чего забрасывают мелкими камнями до смерти. Эту традицию мусульмане подчерпнули из иудаизма. Мухаммед хотел показать, что чтит Тору и шариат. На сегодняшний день в некоторых мусульманских государствах избиение камнями продолжает практиковаться. Например, в Иране первый случай избиения камнями зафиксировали в 1986 году в деревне на юге страны. С тех пор эту казнь узаконили на государственном уровне. Как вы уже понимаете, исламское учение движимо страхом и наказанием. Коротко отвечая на это, приведу случай, когда к Иисусу привели женщину, которую застали в прелюбодеянии и хотели побить камнями. Его спросили, что ты скажешь на это? Этого велит закон. Иисус ответил. Я отдам свой камень человеку, который скажет мне, что никогда не грешил. Иди и не греши больше. Спасибо, спасибо. Спасибо. Смотря на историю, мы получаем следующую картину. Две тысячи лет назад родился Иисус Христос, который учил людей любви, прощению, милосердию и который добровольно пошел на крест в уплату грехов всего человечества, как знак того, что Бог настолько сильно возлюбил нас. В том, что Иисус явил нам Бога, мы видим из слов Иисуса, когда Филипп попросил Его, «Господи, покажи нам Отца, и этого нам будет достаточно». Иисус ответил. «Неужели ты не знаешь Меня, Филипп? Ведь Я уже столько времени среди вас. Кто видел Меня, тот видел и Отца. Как ты можешь говорить, покажи нам Отца? Неужели вы не верите, что Я в Отце, и Отец во Мне?» Слова, которые Я вам говорю, не Мои слова. Это Отец, который живет во Мне, совершает свою работу. «Верьте Мне. Я говорю вам, что Я в Отце, и Отец во Мне. Или верьте, по крайней мере, по Моим делам. Говорю вам истину. Кто верит в Меня, тот сможет делать то, что Я делаю. Он сможет сделать еще больше, потому что Я возвращаюсь к Отцу. Я сделаю все, чего бы вы не попросили во имя Мое, чтобы Отец был прославлен через Сына. Чего не попросите во имя Мое, Я то сделаю». Но вот, спустя 700 лет, появляется Коран, в котором откровенно скопированы некоторые законы Танаха, священного писания иудеев. Также часть законов Корана была взята из христианского Нового Завета. Учение, изложенное в Коране, не только религиозное, но и политическое. Причиной тому служит тот факт, что Мухаммед сам был политиком, и, перечеркивая учение Иисуса, создатели Корана ставят собственное, в котором создается призыв к войне и насилию, о котором мы поговорим прямо сейчас. Слово «джихад» обозначает «усилие». Но когда мы читаем священные книги мусульман, то чаще всего встречаем это слово в совершенно ином значении. В Коране «джихад» обозначает «войну на пути к Богу». В этом значении слово «джихад» упоминается 32 раза. Теме джихада уделяется такое большое внимание, так как целью джихада является защита ислама. Для мусульманина джихад не менее важен, чем пост. В Коране есть очень много мест, где открыто призывают воевать. Людям, воюющим за ислам, Аллах обещает благословение как после смерти, так и при жизни. В первом случае имеется в виду, что человек, который принимает участие в джихаде, после смерти автоматически попадает в рай. Вот и один из путей к вечной жизни для мусульман. Люди, которые говорят, что не нуждаются в нынешней жизни и стремятся к жизни после смерти, должны воевать для Аллаха. Люди, воюющие на пути к Аллаху, побеждают они или погибают, получают огромное благословение и подарок от Бога. Аллах как бы заключает с верующими людьми сделку. Их жизни и все земное, что с ними связано, в обмен на место в раю. Это значит, что умереть за Аллаха в бою – цель обетования. Об этом обетовании говорится в Суре 9. Воистину, Аллах купил у верующих их жизнь и имущество, в обмен на уготованный им рай. И они будут сражаться во имя Аллаха, убивая и погибая, в соответствии с истинными обещаниями от Него, данными в Торе, Евангелии и Коране. И кто же надежнее в своем обете, чем Аллах? Радуйтесь же сделке, которую вы заключили с Ним, ибо именно это и есть великий успех. Сразу же проведу грань и напомню, что условием спасения и вечной жизни с Богом в Инжиле является лишь вера в Иисуса Христа, как своего Спасителя. Это подтверждают слова Иисуса. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. Потому что смерть и насилие не являются частью любящего Бога, явленного нам в Библии через Иисуса Христа. И только жертва Христа за наши грехи является для нас оправданием, но никак не убийство других людей. Надеюсь, вы чувствуете разницу и уже не будете говорить, что христиане и мусульмане верят в одного Бога. Почему для многих арабов так важен был джихад и принятие ислама? Потому что через джихад они могли наживаться на разбоях и грабежах. В книге Нахджо Аль-Васаги, в 483 стихе, Аллах призывает вести джихад. И тогда не будете ни в чем нуждаться, и будете иметь хорошее здоровье. Все это прекрасно показывает нам, что одной из целей джихада было богатство. Профессор Монгомери Уотт, в совершенности изучивший все тонкости ислама, писал, что грабить караваны и людей для арабов, которые жили в Саудовской Аравии во времена Мухаммеда, было чем-то вроде спорта. Настолько это должно было быть интересно и захватывающе, чтобы все хулиганы, бандиты и грабители стремились принять ислам и путем джихада еще больше обогатиться. Все те воры и разбойники даже после смерти Мухаммеда совершали нападения и вели войны. Грабеж на захваченных землях для мусульман был настолько важен, что войны практически не прекращались. В число трофеев, помимо золота, драгоценностей, оружия, крупного и мелкого скота, входили также и люди. Женщины становились наложницами, а их дети – рабами. С 623 по 777 год мусульмане провели более чем 80 военных действий. Приблизительно раз в два года была война. Мы могли бы сделать еще целый фильм, в котором подробно бы рассказали о всех войнах и жестокостях, но думаю, это видео и без того немаленькое. Спрошу вас лишь об одном. Знаете, почему в исламе было так много войн? Джихад является важнейшим аспектом для мусульман, так как по-другому не мог расширяться и распространяться ислам. Ислам всегда принимался под страхом смерти. Почему не все мусульмане сейчас такие? Хотите – верьте, а хотите – нет. Но то, о чем я сказал вам вначале, правда, не каждый, кто называет себя мусульманином, действительно мусульманин. Однако и по сей день страх является неотъемлемой частью этой веры. Дети, рожденные в мусульманской семье, в случае изменения своей веры рискуют не только быть отверженными и выгнанными своими родителями, но даже и убитыми. Это не просто слова, а множество свидетельств бывших мусульман. Вы можете сказать, но ведь из-за христианства тоже было множество войн. Те же самые крестовые походы явили столько жестокости. А я вам отвечу теми же словами. Не каждый, кто называет себя христианином, на самом деле христианин. Сегодня мы смотрим не на людей, а на учения. Мы читаем Коран и Библию. Мы смотрим на двух личностей. Иисуса, который назвал себя Сыном Всевышнего, принес себя в жертву и явил нам любящего Бога. И Мухаммеда, который назвал себя последним и самым великим пророком, через которого людям был подарен Коран. Книга, открывающая нам Аллаха таким, каков он есть. Не могу не добавить еще одного момента. Во время войны, когда мусульмане убивают неверного, они имеют право взять себе их жен. Сейчас я приведу вам место из Корана, в котором написано об этом. Замужние жены не имеют права на секс с другими парнями и мужчинами, но если во время войны она попадает в плен или ее захватили, в таком случае она имеет на это право. Этот закон распространяется на всех девушек и женщин. Это не грех, не блуд, а считается нормой вещей. Сура Ан-Ниса, стих 24. Мусульмане говорят, что в этом Евангелии написано о Мухаммеде. И мусульмане признают, что для них оно считается настоящим Евангелием. Мусульмане считают, что Евангелие от Варнавы очень похоже на Коран. Один пакистанский мусульманин, которого зовут Атаур Рахим, очень много работал, чтобы представить это Евангелие. Он говорил, что оно было написано одним из близких учеников Иисуса, проводившим с ним много времени. Атаур Рахим не привел никакого свидетельства, которое бы доказывало, что Варнава был в то время с Иисусом. В этом Евангелии в 55 главе написано, что Иисус раб Божий, и он только говорил слово Божие, но он не Бог и не Сын Божий. В 44 главе написано, что Авраам пожертвовал Измаила, но не Исаака. В 220 главе написано, что когда распинали Иисуса, увидели, что это не Иисус, Бог изменил все, и вместо Иисуса висел Иуда Искариот. В главе 216 написано, что ученики Иисуса украли Иуда Искариота и сказали, что Иисус воскрес. Хм. Ну а теперь по фактам. Ученые установили, что Евангелие от Варнавы написано между 1500 и 1590 годами. Кроме того, это Евангелие противоречит даже Корану, так как его автор многократно заявляет, что не Иисус, а Мухаммед является Мессией. Однако в Коране именно Иисус определяется, как Аль-Масих. Вот сказали ангелы, О Марьям, вот Аллах дарует тебе весть о слове от Него, имя которого Мессия Иса, Сын Марьям, славном в ближнем и последнем мире. Дорогие друзья, в этом Евангелии написано только об обмане. Евангелие от Варнавы это та книга, которая продается в мусульманской стране и приобрести ее можно свободно. В нем упоминается множество неподтвержденных абсолютно ничем ересей. Но был у Иисуса Христа один ученик, который действительно постоянно был с ним рядом. Его послание написано в первом веке нашей эры и это подтверждено учеными. Вот что в нем говорилось. «Лжец тот, кто отвергает, что Иисус Христос, такой человек антихрист, он отвергает и Отца, и Сына. Тот, кто отвергает Сына, не имеет и Отца, а кто признает Сына, тот имеет и Отца». Храните слышанное вами от начала. Если то, что вы слышали от начала будет постоянно в вас, то и вы сами будете в Сыне и в Отце. Его обещания, которые Он дал нам, вечная жизнь. Это я пишу вам относительно тех, кто пытается вас обмануть. Помазания, которые вы получили от Него, постоянно в вас. И поэтому вам не нужно, чтобы кто-либо учил вас. Его помазание само учит вас всему. Оно говорит истину и никогда не лжет. Возможно, вы спросите, почему вы, мусульмане, должны принимать учения Иисуса? По крайней мере, потому, что это написано в Коране. Бойтесь Аллаха и повинуйтесь мне, говорит Иса. Ну а где найти учение Исы, чтобы ему повиноваться? В Инжиле. Об этом сказано в 3 и 5 суре. И тут мы подошли к одному из самых значимых вопросов для мусульман. Приготовьтесь, я буду говорить о фактах. Мухаммед говорил, что иудеи и христиане исказили содержание Библии. Другими словами, он утверждал, что первоначально Библия была написана правильно, но позже иудеи и христиане внесли в нее изменения ради своих собственных целей. О иудеях в Коране говорится следующее. Дети Израиля искажают слова, переставляя их с их правильных мест и забыли они часть того, что им было упомянуто. О христианах в Коране написано Из тех, которые говорят мы христиане, они забыли часть того, что им было упомянуто. Мухаммед утверждал, что если бы писания не были искажены, то в них все еще содержалось бы пророчество о его приходе. В то же время ответьте мне на вопрос, может ли Бог допустить, чтобы его слова были изменены? Что говорит Коран об этом? Никто не изменит его слов. Объяснил ли Мухаммед когда и как Священное Писание было искажено и кто сделал это? Нет. Представил ли он какие-то доказательства внесения изменений? Нет. Предлагал ли Мухаммед в доказательство своих слов неизменный вариант Священного Писания? Нет. Тем не менее, археологические находки прошлого столетия опровергают данное учение Мухаммеда. Самыми известными книгами, в которых описывается то, насколько точно сохранилось содержание Нового Завета, являются «Факты в пользу Христа» Листробела и «Иисус великий спор» Гранта о Джеффри. Кто действительно ищет правды, основанные на фактах, тот и сам прочтет. Скажу лишь несколько слов. Для подтверждения достоверности Нового Завета, прежде всего, примите во внимание, что количество рукописей на языке оригинала составляет 5644 экземпляра. Кроме того, существует 19000 экземпляров на латинском, эфиопском, армянском и на языках славянской группы. По сравнению с количеством копий других древних рукописей, эта цифра невероятно огромна. Ближайшим конкурентом является Илиада Гомера, которых сохранилось всего 650 экземпляров. Что касается даты написания, то самый старый отрывок Нового Завета был из Евангелия от Иоанна на Папирусе из Египта. Он датируется сотым годом нашей эры. Это является достаточно весомым доказательством, как и полное собрание четырех книг Евангелий, Деяний Святых Апостолов и Посланий Апостола Павла, которые нашлись чуть позже на Папирусах, относящихся примерно к 200 году. Ну и что самое важное, были ли какие-то расхождения среди всех этих тысяч экземпляров? Нет. За исключением тех ошибок, которые были допущены при переписывании. Эти небольшие различия не повлияли ни на одно христианское учение. Итак, мы установили, что Библия, несмотря на всю ложь и клевету, дошла до наших дней в ее первозданном виде, что подтверждено множеством ученых. Что касается Корана, то он писался на протяжении 23 лет. Писателем являлся один человек. Мухаммед диктовал содержание Корана своим ученикам, основываясь на откровениях, которые, как он утверждал, получал от ангела Гавриила. Мухаммед говорил, что Гавриил приносил эти откровения прямо от Аллаха. Каким образом это происходило, мы спросили непосредственно у человека, изучавшего исламские писания из мечетей. Дедушка, который был мусульманином, и я попросил его, говорю, я бы хотел узнать о вашей вере, о вашем уповании. И он мне начал носить литературу, которую он брал в мечети, где было повествование о Коране, о тех книгах, которые описывают жизнь Мухаммеда, пророка, ислама. Я увидел, что Мухаммед это был человек, который искренне хотел узнать истину. Но когда он столкнулся с истиной, то есть он столкнулся с христианами, которые засвидетельствовали ему об Иисусе Христе, то он не признал его как Господа и как Спасителя. Но у него было побуждение искать истину, которую он хотел найти. И он уходил в безлюдные места, то есть у него была определенная пещера, где как раз ему явился ангел Гавриил, который начал, ну как сказать, для меня это было странно, он начал его душить. Я увидел, я был потрясен, потому что я увидел, что Мухаммед, у него были припадки. Во время этих припадок он говорил определенные откровения, которые записывали его последователи на определенных вещах, ну что там было под руками. Потом это все переписывалось. Что касается Библии, то она писалась на протяжении 1600 лет. Писателями являются десятки человек с разных континентов и сословий. К удивлению многих, Библия это не одна книга, а 66 книг, плюс 11 неканонических. В числе писателей были и рыбаки, и цари, и премьер-министры, и многие другие. Но несмотря на то, что писатели не были знакомы и жили в тысячах лет друг от друга, вся Библия невероятно целостна, едина и говорит нам об одном и том же любящем Бога и его совершенном плане для людей. Вся Библия говорит нам об одной личности, через которую должно спастись всем людям. И эта личность Иса-Масих. Библия делится на две части, первая из которых Тора, содержащая историю мира и пророчество о пришествии Спасителя. И вторая часть повествует нам о пришествии Христа, его жизни и учении, которое было унаследовано его учениками. Более подробно о точности Библии вы можете посмотреть видео на канале под названием Библия Разоблачение Заблуждений. А что касается пророчеств, говорящих о Христе, то их сотни. Вы посмотрите, сколько было написано подробных пророчеств об одном только последнем Дне Христа на земле, в которых говорится про предательство друга, продажи за 30 серебряников, бегство учеников, обвинение лжесвидетелей, молчание, раны, избиение и оплебывание, падение под тяжестью креста, пронзенные руки и ноги, распятие с разбойниками, ходатайство за своих палачей, друзья, стоящие вдали, разделение его одежды, страдания от жажды, уксус и желчь, крик окчаяния, несокрушенные кости, пронзенные ребра, тьма над землей, похороны в гробнице богача и многое другое. На протяжении написания Корана, как мы уже говорили, происходило изменение в учении в зависимости от жизни Мухаммеда. В конечной версии его послания требования к мусульманину следующие – преклоняться перед Аллахом Единым, принимать Мухаммеда, как его пророка, и верить в Коран. Совершать намаз, как написано, пять раз в день. Выплачивать закат, так называемому дому пожертвований, которым управлял Мухаммед. Закат не был добровольным пожертвованием. Паститься, начиная с первой молитвы до четвертой, во время священного месяца Рамадан. Совершать паломничество в Аль-Кабе, в Мекке. Нельзя быть уверенным, что такие действия гарантируют попадание в рай. Но кое-что может помочь. Так, если мусульманин погиб, выполняя джихад, то он обязательно попадает в рай. Для мусульманина гарантия будущего спасения это смерть мученика в соответствии со стихом Корана. Не считайте тех, кто умер во имя Аллаха и джихада мертвыми, но живыми. Это действительно гарантирует спасение. Такой расчет стоит за современными взрывами смертников. Многие защитники ислама скажут, что ислам запрещает самоубийство, но адвокаты внутри ислама настаивают на том, что это не суицид. У человека не было намерения убивать себя. У человека было намерение убить других людей. А это разрешено, потому что это джихад. И если в результате террористы погибают сами, то за это им полагаются награды в рай. Коран очень ясно обещает божественную награду тому, кто погиб за Аллаха. Ему уготован рай, и этот мусульманский рай очень материалистичен. Там много гури, чернооких красавиц, которые дают мученику награду, не очень подходящую для семейных людей. Что касается Библии и учения Христа, то оно всегда было неизменным. У Иисуса не было требований к последователям. Он просто приглашал их. «Идите за Мною». И они шли. Тем не менее, Иисус предупреждал, что у идущих за Ним может возникнуть множество преград, и их жизни могут быть в опасности. И, подозвав народ с учениками своими, сказал им, «Кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мной. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее». Иисус пообещал, что не обременит своих последователей. «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас. Возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Ибо иго Мое благо и бремя Мое легко». Он велел им исполнять две величайшие заповеди, включающие в себя весь закон. «Возлюби Господа Бога Твоего всем сердцем Твоим, и всею душою Твоею, и всею крепостью Твоею, и всем разумением Твоим, и ближнего Твоего, как самого себя. Так поступай, и будешь жить». Кратко говоря, от христианина требовалось следовать за Иисусом, любить Бога и других людей, как самого себя. По сравнению с Мухаммедом, Иисус не просил своих последователей совершать молитву в назначенное время, не определял, сколько им жертвовать денег, сколько раз поститься, или когда и куда совершать паломничество. Таким образом, мы видим, что Библия и Коран имеют колоссальную разницу. Но это еще не все. Никто из вас не поспорит с тем, что истину открывает только Бог, то есть Его Дух. Это не пророк Мухаммед, это Святой Дух. Все пророки, посланные Всевышним, были подкреплены Святым Духом или Джибраилом. Сам Дух Божий открывает нам, что есть истина, а что ложь. Без Святого Духа мы никогда не сможем прийти к истине Священного Писания. Бог действительно нас любит, хочет открыть нам эту истину и подарить вечную жизнь. Аллах говорит в Коране, что подкрепил Иисус Святым Духом. Коран говорит, что Иисус Слово Аллаха, что Иисус Дух Аллаха, Иисус жив и пребывает с Аллахом. Иисус, как и Аллах, творит живое из неживого. Он творит чудеса и воскрешает мертвых. Иисус в Коране имеет уникальные титулы Аль Масих, помазание Мессии. Имеет Дух от Аллаха. Иса сказал, Я умолю Отца и даст вам, то есть апостолам, другого утешителя, то есть такое же чистое и непорочное Слово Божье. Да пребудет с вами вовек, то есть с ними вовек, а Мухаммед не мог быть с ними вовек. Духа истины, то есть это будет не человек, а Дух, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его. Апостолы знают, ведь он был в Иисусе, ибо он с вами пребывает и в вас будет. Это значит, что он будет в апостолах. Мухаммед, который появился через 600 лет, никак не мог быть в этих апостолах. Человек не может войти в человека. Иисус сказал, что Святой Дух, который был в нем, послан на землю, дабы указать нам, что есть истина, а что ложь. Иса сказал, Небесный Отец даст Святого Духа тем, кто просит у него. Этот Дух истины пребывает в человеке, а не в книге. Он был послан задолго до прихода Мухаммеда и написания Корана. Именно Божий Дух способен открыть нам Бога таким, каков Он есть. Все, что нужно, это попросить об этом Господа. С каким Богом ты рассчитываешь провести свою вечность? Хочешь ли ты проводить вечность в страхе или вечность в любви? Считаешь ли ты своего Создателя жаждущим пролития крови? Или ты веришь в Бога, который возлюбил свое творение и пришел на эту землю, чтобы искупить его кровью Сына Своего к вечной жизни по вере? Библия и Коран показывают нам совершенно разных Богов. Вернее сказать, только одна из этих книг может являться истиной, а значит, вторая является дьявольской ложью. Иначе быть не может, ведь мы видим совершенно разные учения во многих моментах. Никто не может поспорить с тем, что жизнь Мухаммеда сопровождалась войнами, насилием и страхом. Жизнь Иисуса сопровождалась любовью, множеством чудес и, как итог, вознесения к Отцу. Одна книга говорит о том, что для вечной жизни ты должен верить в Аллаха и его посланника Мухаммеда, пятикратно в день совершать молитву, давать милостыню, закат, совершать пост в Рамадан и хотя бы единожды в жизни совершать паломничество в Мекку. Ну и, конечно, есть быстрое решение это пойти убивать и умереть во имя Аллаха. Другая книга говорит о том, что для вечной жизни ты должен иметь такое же чистое сердце, как у Бога. А для этого тебе необходимо примириться с Богом через жертву Иисуса Христа, то есть родиться свыше от Святого Духа. Соблюсти Его заповеди, возлюби Господа Бога всем сердцем, душой и разумом и возлюби ближнего своего, как самого себя. И тогда, приняв Христа в свое сердце и посвятив Ему свою жизнь, как и Он отдал свою жизнь за нас, мы, как и Он, воскреснем в последний день к вечной жизни в новых телах, как воскрес и Он. Об этом даже написано в Коране. Вот сказал Аллах, «О Иса, я упокою тебя и вознесу тебя к себе. Я очищу тебя от тех, кто не уверовал, от тех, которые последовали за тобой, возвышу до самого дня воскресения над теми, которые не уверовали. Для тех, которые боятся своего Господа, уготованы райские сады, в которых текут реки. Они пребудут там вечно. Среди людей Писания есть такие, которые веруют в Бога. И в то, что было ниспослано вам в Коране, и что было ниспослано им в Торе и Евангелии. Их награда ожидает их у их Господа». Что же сказать? Совершенная жертва за наши грехи была принесена. И сам Осих пришел для того, чтобы взять грех мира на себя. Будучи Сыном Бога, Он явил людям характер Отца. Главное чудо, которое Он совершил, было не исцеление или воскрешение, главным чудом была любовь. Совершенная и незаслуженная. Он пошел на крест вместо нас, ведь мы согрешили, и за грехом следует смерть, ведь Бог свят, и в Нем нет никакой тьмы. Но Бог не просто послал Своего Сына в доказательство Своей любви, Он еще и воскресил Его на третий день, как это и было предсказано, чтобы показать человечеству, что Он прощает нас, и через веру в Него мы будем также воскрешены к вечной жизни в день суда, к жизни в любви, мире и покое, где больше не будет ни боли, ни болезней, ни жестокости, ведь Бог есть любовь. Отец не может не любить своих детей, и наш злейший враг, смерть, уже повержен, остается последний и самый важный вопрос, на котором мы должны поставить точку. Дело в том, что в распятии, как в историческом событии, на сегодняшний день не сомневается ни один серьезный ученый. Существует множество достоверных исторических документов и свидетельств помимо Библии, которые вам скажут, что распятие было. К примеру, об этом свидетельствуют Талмуд, Иосиф Флавий, Тацит, Лукьян. На сегодня даже ведущие мусульманские ученые признают, что распятие было и был распят именно Иисус, но были отвергнуты ученым миром уже как столетия назад. Давление на его груди не позволило бы ему дышать. и чтобы выдохнуть, ему пришлось бы подтолкнуть себя руками и ногами израненной спиной к кресту, а потом наклониться обратно, чтобы вдохнуть и проделывать это снова и снова. Вот только чрезвычайное истощение не позволило бы этого, а затем к сожалению он бы умер. Но ведь эти воины, они не врачи, верно? Так может они подняли его и подумали, что он мертв, а он был жив? Нет, конечно, они не были докторами, они были профессиональными убийцами. Да, они превосходно выполняли свою работу. Если заключенный в тюрьме сбегает, его казнят. Мистер Стробл, распятие Иисуса одно из самых ярких событий древнего мира. А последний гвоздь в гробу в теории об обмороке таков. Когда солдаты воткнули копье межребер Иисуса, знаете, что вышло? Кровь и вода, что подтверждает перикардиальный выпад в результате смерти путем удушья. Это не состояние, которое можно подделать. И чтобы ответить на ваш вопрос, да, Иисус умер на этом кресте. Как мы уже говорили, эта ложь была порождена в тот самый момент, когда увидавшие воскресенье войны поспешили к Пилату, оставив гробницу, которую охраняли и возвестили обо всем, что видели в сильном замешательстве и волнении, говоря, истинно, сын был Божий. Отвечая же, Пилат сказал, я чист от крови Сына Божия, вы так решили. Тогда все просили его приказать Центуриону и воинам никому не рассказывать о виденном, ибо лучше говорили они, нам быть виновными в величайшем грехе перед Богом, но не попасть в руки народу иудейскому и не быть побитыми камнями. И приказал тогда Пилат Центуриону и воинам ничего не рассказывать. В конце концов, сухие слова Богу. Поэтому прямо сейчас я утверждаю, что все сказанное выше не имеет никакого значения в сравнении с тем, что я скажу прямо сейчас. Иисус Христос любит тебя. Все, о чем мы сегодня говорили, о всех фактах и доказательствах, это абсолютно ничто по сравнению с тем, что Его Дух во мне любит тебя. Когда я пришел к Нему, Он изменил всю мою жизнь. Это не сказки, все, кто знает меня, видели эту трансформацию. Бог пришел в мою жизнь. Все, что я сделал, это попросил Его в смирении. Откройся мне. Я открыл для Него свое сердце, а Он влил в меня свою любовь, свою реальность. Бог живой, и Он любит тебя, Он любит меня, Он любит всех нас. И для того, чтобы познать Бога лично, для того, чтобы на себе ощутить Его реальность, все, что нужно, это прийти к Нему и попросить об этом. Прямо сейчас я призываю вас, давайте вместе совершим короткую молитву. Дорогой Отец, я прошу тебя, откройся мне. Я хочу знать истину, вложи в меня свою правду. Открой мне, кто ты? Я хочу видеть лицо твое. Я хочу знать тебя, как никто другой. Помоги мне. Я ничего без тебя не могу. Мне нужна твоя любовь. Без тебя нет смысла. После этой жизни я хочу пойти к тебе, в твою вечную обиде, в вечную любовь и принятие отца. Приди в мою жизнь, Бог. Я верю в тебя. Я знаю, что ты сейчас слышишь меня. Ты всемогущий Бог и вездесущий Бог. Ты сейчас видишь мое сердце и я прошу тебя, войди в мою жизнь. Я люблю тебя. Благодарю тебя за все. Слава тебе и хвала. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Как христианство вышло из иудаизма, так и ислам вышел из христианства. Теперь я скажу о том, что Библия предсказала еще давным-давно об исламе. Они вышли от нас, но никогда не были нашими. Лжец тот, кто отвергает, что Иисус Христос. Такой человек антихрист, он отвергает и отца, и сына. Иисус сказал, многие будут приходить под моим именем, говоря я Христос, и многих обманут. Итак, Библия говорит, что число имени антихриста 666. Это имя человеческое Иисуса Иоанн пишет, что в последние дни людям будут отсекать головы. Чей-то метод убийства по законам шариата, думаю, и так всем понятно. Библия предсказала появление зеленого коня, везущего одного из садников апокалипсиса, еще за 700 лет до появления Корана. Его имя было Смерть. Мы давно были предупреждены об этом. Конец приблизился как никогда. Скоро придет тот, кого Ислам назовет пророком Исой, который будет из евреев и Махди, который будет из арабов. Библия же ясно предупреждает, что это тот самый Антихрист и его пророк. Мы могли бы еще больше останавливаться на подробностях, но те, кому это важно, найдут материалы в описании. Итак, финал уже давно написан. Все закончится очень просто. Иисус придет как молния с небес и сразит Антихриста словом. Любовь победит страх и смерть. Поэтому Бог повелевает всем людям повсюду покаяться. Он назначил день, когда он будет судить мир по справедливости и уже избрал человека, который будет судьей. Он подтвердил это перед всеми, воскресив его из мертвых. Нет другого имени под небом, которым надлежало бы нам спастись. Так что же есть истина? Иисус ответил. Я есть путь истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. истина. Субтитры создавал DimaTorzok